Привет, друзья! В этом видео мы будем рисовать кляксу. Конечно, многие скажут, что можно найти изображение в интернете, сделать трассировку, но мы будем именно рисовать. Отработаем работу инструментом Перо. Этот инструмент очень важен, особенно если вы создаете иллюстрации. Я покажу два простых способа и давайте сразу приступим. Инструмент Перо находится с другими инструментами рисования. Вот берем Перо. Сразу видите, курсор приобрел вид соответствующий. Видим перышко. Способ 1. Вообще сейчас напомню, как работает Перо. А если мы просто щелкаем по разу левой клавиши щелк, 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 то у нас получаются прямые линии. Чтобы закончить, можно нажать Escape. Если мы рисуем криволинейные линии, что как раз нам понадобится сегодня, то мы щелкаем раз, зажали левую клавишу и ведем. Появляются усики. К этим усикам будет рисоваться касательное. То есть видно, что мы ведем дальше, как получается у нас линия. Щелкаем второй раз, ведем. То есть всегда в нашем случае мы будем вести усики. Уже в зависимости от этой линии, вот у нас будет рисоваться контур вот эта сложная криволинейная форма. Естественно, мы потом это можем все регулировать. Поэтому давайте сразу начнем рисовать. Масштаб сделаю немножечко поближе. Берем перо и поехали рисовать. Веду. Делайте усики разной длины. Естественно, потом не только мы можем корректировать, но и можем добавлять узлы дополнительные, чтобы нарисовать какую-то более сложную форму. В общем, корректировать. Последнее то, что получилось, у нас она уже работаем инструментом форма. Последнее это угол острый. Поэтому нужно сделать сразу прямой. То есть сейчас смотрим, что есть. Как мы корректируем. Берем, как я сказала, инструмент форма. Если нужно, ставим дополнительные точки. Два раза щелкаю. Так же за эти усики тянем. Если нужно какую-то точку убрать, по ней щелкаю два раза, у нас точка убирается. То есть корректируйте, смотрите, рисуйте ближе дальше. Не забывайте о том, что можно, в общем-то, подложить какую-то готовую клякцу, которая вам понравится по рисунку и по ней рисовать. То есть взять какую-то контрастную линию и так же, как я только что показала, рисовать по ней. То есть обязательно в конце нужно замкнуть и чтобы у нас была возможность ее закрашивать. Сделаем такой яркий цвет, чтобы она нам не очень мешала. Контур убираем, правая клавиша на крестики. И способ номер два. Мы возьмем с вами звезду. Количество вершин поставим какое нужно. Давайте побольше. С control нарисуем ее прямо. Теперь инструментом форма щелкнем и увидим, что есть красный маркер. Сделаем выносы эти не очень большие. Дальше. Либо правая клавиша преобразовать в кривую, либо вот здесь на панели атрибутов. Преобразовать в кривую. Инструментом форма выделяем рамкой все узлы и перерождаем их в кривые и перерождаем в углы либо сглаженные, либо симметричные. Лучше, наверное, просто сглаженные. И теперь уже по этой форме рисуем. Рисуем, вытягиваем какие-то точки меньше, какие-то сильнее. Регулируем наши уголочки. Ставим дополнительные, как в прошлый раз. Я сейчас поставлю на быстрое воспроизведение. Порисуем. Также инструментом перо мы можем рисовать вот эти отдельные брызги либо даже эллипсами, потом их переродить в кривые и также порисовать уже формой. Ребята, не забывайте о том, что у кляксы, давайте договоримся, что мы отрабатываем именно плавность рисования линий, то есть не должно быть каких-то острых вот таких некрасивых уголочков. Поэтому возвращаемся и дорабатываем всегда, чтобы у нас линия была мягонькая, максимально красивая, гладкая, без резких острых углов. Ну и последний, заключающий момент. Можно оставить блики. То есть что я делаю? Я дублирую с помощью правой клавиши. Беру вот эту кляксочку либо заново нарисуете самостоятельно и представим, что есть откуда-то источник цвета, и мы вот так вот ставим блики. То есть работаете узелками, работаете инструментом форма, рисуете эти блики. Друзья мои, не забывайте о том, что ваши варианты я с удовольствием посмотрю и оценю вконтакте. Спасибо вам за внимание. Если видео было полезным, то не забывайте поставить лайк и конечно же подписаться на канал. А с вами была Наталья из Школы графического дизайна. Всем пока!